Доброго времени суток, с вами Макс Селлер И сейчас я попробую ответить на вопрос, на который я уже тысячу раз отвечал И на тысячу первый я просто сниму видео, посмотрите это видео, и чтобы вы знали Если вы спрашиваете, почему не растут грибы на пнях Объясняю Для того, чтобы произошло образование плодовых тел Необходимы определенные грибные условия Вы хорошо знаете, что грибная пора для грибов это осень То есть наивным нужно очень быть для того, чтобы полагать, что грибы будут расти летом Хотя на самом деле такое происходит, но если складываются определенные условия Как происходит инициация плодоношения или образование плодовых тел? Этот момент происходит именно в каком-то диапазоне температур Для разных грибов эти диапазоны температур разные Поэтому вы знаете, что в июне можно собирать, с июня, июнь, июль можно начинать собирать лисички Подосиновики растут, можно сказать, с середины июля и уже до самых холодов Некоторые грибы растут только в специфических условиях Например, это, не знаю, в разных местах по-разному называют Например, зеленушки или под зеленушки есть такие грибы Они растут только в ноябре Когда температурный диапазон идет на уровне где-то утренних заморозков И днем поднимается до температуры 20 градусов Значит, инициация плодоношения у грибов происходит следующим образом Если ночью температура очень резко падает, а днем резко поднимается Происходит именно вот этот момент инициации плодоношения, когда могут образоваться плодовые тела Иногда такое случается летом Когда идет затяжной сезон дождей, ночь становится очень холодно Иногда днем резко поднимается температура, становится тепло И летом тоже происходит инициация плодоношения И может такой быть момент, что летом тоже растет вешенка Но в основном для вешенки период это март-апрель И начиная с октября, ноябрь и уже в зависимости от того, каким будет декабрь Последний раз вешенку я собирал в январе месяце Это было 7 января после Нового года Когда уже конкретно там пошел снег и начались заморозки Я уже замерзшу эту вешенку, сорвал спня А вот сейчас я сижу на вот этой куче пеньков Это уже отработанные пеньки, видите они уже старые Раньше на них росла вешенка, они уже здесь нету коры Во многих пеньках внутри, когда мы их демонтировали У них есть, сейчас я вот покажу Вот видите, в этих местах, если они стоят во влажном месте Здесь очень выраженный грибной запах, довольно-таки приятный Здесь даже видно вот такой белесый, очень белесый, белесый мицелий вешенки То есть, что эта куча покажет, здесь вот стопроцентно, что на этих пеньках есть мицелий вешенки Но, скажем так, весной, когда мы их демонтировали, к этому времени я здесь грибов не наблюдал Меня это не удивляет, потому что и условий таких особо для их подоношения не было Но здесь мы проведем съемку осенью, где-то сделаем это в октябре-ноябре Я более чем уверен, что в этом месте мы будем еще собирать вешенку Вот тут у нас находятся уже летние грибные грядки Как видим сейчас, сейчас вот блоки выглядят вот таким вот странным образом Но это ничего страшного Приблизительно где-то с августа месяца, когда будут наступать именно те моменты В августе уже начинается, иногда бывает такое, что первые заморозки Особенно в конце августа, такой характерный момент Вот тогда наступает инициация плодоношения И на этих блоках у нас будут обязательно грибы Сейчас мы сделаем небольшую рекламную пау В ландшафте я очень люблю такие зеленые стены Когда пришлось сделать такую веранду перед сауной Я поступил вот таким вот нестандартным образом После размышлений над гипсокартонами, плитками, досками и всем остальным Я пришел вот к такому выводу Видите, какая красивая стена Она здесь растет уже за два года Здесь мы имеем вот такую красивую зеленую стенку И давайте зайдем посмотрим, как эта веранда выглядит изнутри Вот какая красивая такая зеленая стеночка у нас Вот самодостаточно и красиво Вот не нужно такого особого изобретать Там пички на гнездо И вот такая у нас получился зеленый занавес А сейчас мы отправимся в одно интересное место Это продолжение к теме Почему не растут грибы Я рассказывал об условиях инициации плодоношения Но сейчас мы остановимся еще на одном очень важном и интересном моменте Все-таки Место Это очень важный фактор Давайте мы вот пройдем сюда Покажем, какие у меня красивые елочки Особенно вон там Вот и посмотрим, что у нас происходит вот здесь внизу Красота среди бегущих Первых нет и отстающих Для того, чтобы увидеть Вот Вот эти грибочки я вот прикладываю руку Вот посмотрите, вот там вот Чуть дальше Ну вот к слову То есть в раке, что пердят в рак Обалуются рыбаки То есть к слову, видим, что несмотря на все вот эти россказни Природа есть природа Здесь не все возможно спрогнозировать Ну понятно Вот в тех местах Сейчас мы видим, когда солнце после обеда Переходит на другую сторону Эти блоки, которые находятся с краю Они попадают на солнечный свет И на них вот соответственно грибов нет Вот на этих грибах, которые всегда постоянно находятся в тени Вот здесь Вот там Сюда солнце никогда не попадает Тут свет закрывает вот эта елочка Там стена Там забор И таким вот образом, находясь постоянно в тени Мы видим, что прекрасно В июле месяце при температуре Внешней среды 35-40 градусов жары Прекрасно на грибных блоках Отработки, которые уже приблизительно сейчас будет полгода Это зимние блоки Из где-то от февраля месяца Мы можем спокойно себе собирать Такие вот грибочки Это еще раз к жизни О том, о выращивании вешенки во внешней среде Ну и относительно Читайте между строк на видео Как видите, блоки находятся в полиэтиленовых мешках Некоторые там очень матерые блогеры-грибоводы Которые вырастили 10 блоков и 3 гриба Начинают рассказывать, что надо было снять пленку Мы бы собрали 2 вагона грибов Если бы мы сняли отсюда пленку То мы бы вообще ничего не собрали Потому что эти блоки просто бы высохли бы на вафле Я бы не знаю, осталось бы там вообще какой-то живой мицелий Таким образом, когда пленка находится Видите, там есть важность Иногда после дождя она протекает Внизу образуются такие ванночки И определенные условия создаются для выживания вот этого мицелия Таким образом, он прекрасно переживает летний такой вот зной И к осени, начиная с августа месяца Мы будем здесь, отсюда иметь очень полноценный глобальный урожай При этом не затрачивая для выращивания света, ни электроэнергии Ни каких-то своих личных усилий А с вами был Макс Салер Желаю вам всего самого наилучшего Удачи вам, любви и терпения Если у вас есть какие-то вопросы Пишите на почту Оно такое же название почты, как название канала Это сервис гугла Собачка gmail.com Или пишите мне на скайп Или звоните С деловыми предложениями Я всегда рад рассмотреть Что-то вам посоветую